Друзья, мне тесно Баня — это место, что создано для вас И в морозы в югу вам развеет скуку Веник ароматный и душистый квас Так давайте ж, братцы, в бане мы встречаться Так давайте ж вы вместе радоваться жить Ну а смерть нагрянет А мы с Маруськой в бане И с клюкой коскнявая В страхе убежит и пора Баня — бай, 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 бай Ты серебряно в портах удержал Эй, олень Не блажай Из-под полки чудак Буйный заяц Слушайте, мужики, что-то холодновато Что-то стало холодать Не пора ли нам в парилочку И... На пищечку поддать Хорошо в бане Что может сравниться с баней зимой? Ничего, только баня зимой И вообще по традиции Все дела самые важные Всегда решались в бане И все фильмы самые замечательные Которые западают нам на всю жизнь в душу Тоже про баню Помните? Ирония судьбы или с легким паром Это все не зря было придумано Вечный фильм Вечный фильм, да И вот мы решили продолжить эту традицию Не под Новый год Без всякого повода Вернее, повод есть Собраться в бане с друзьями Рассказать истории, анекдоты Вспомнить И чтобы это было приятно Не только нам Но и телезрителям И посмотрим, что получится После третьего захода в парилку После третьего раза с венечком Вот отсюда все, что есть Все страхи, переживания Гадости Все это... Жора Бруков Царство ему небесное Замечательно В профессии исследователя Мы с ним снимались А в этом В иронии судьбы Как вспомнишь Это вот это пиво Это... Губошлеп Такой Замечательный И я про него Просто маленькая байка Сразу Он играл Панфилова Да В Беке Да В Волголамское шоссе И Панфиловцы стоят Защищают Москву А ему нужно Было Пораньше Чтобы Закончился спектакль Сократил антракт Потому что Мне надо На самолет Вот так Как я могу Буфетчики съедят Пускай 10 минут Бутерброды с икрой Поедят Ну Сократи антракт Он говорит Не могу Он говорит Сдам Москву Он Панфилова и играл Сдам Москву Ну Ну Все Замечательно Ваня Панфилова Уа 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 Ёпки А Русская Ваня Не нужна И стаканка Все Бутерброды с икрой Бутерброды с икрой Бутерброды с икрой Бутерброды с икрой А как в этом медицинском институте Так вспоминается Когда им задолбили только одно Маркс и Энгельс И он вытаскивает там билет И говорит Ага Ну да Я помню что Маркс и Энгельс Это разные люди А вариант вот с Чапаевом Насчет этого Когда Чапаев уехал там пару лет Учился в университете Небывалое для тех Времен событий И когда он вернулся Он такой ванш Лусы подкручивает Из военной академии Да Петька вокруг него Чапаев Ну давай Выпьем Командир Выпьем Ну что ты там Ну вот Узнал Тот же простой такой Ну хочешь Ну что Ну много Петька Ну а что Нибудь Что Скажи Ну Петька Я же много Ну Чапаев Ну хоть что-то Ну например Петька Я так его по плечу похлопаю Я узнал что Карл Маркс И Фридрих Энгельс Это не 4 человека Это 2 А Слава КПСС Вообще не человек И не живет на крыше Это дополнительное Слава КПСС Который живет на крыше Да Слушай А на крыше Жеми там Слушай Вот этот банный анекдот Как Встречает Приятель своего друга Коля А Коля с таким носом Пришли Что-то Вот идет А да 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 Слушай Я наборзил в городе Где в некоторых квартирах Не было бана И люди ходили раз в неделю Мыться в баню То есть они действительно Мыться ходили Не только баня Да 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 Это помывка была Раз в неделю Семья собирается Помывка Ага И вот анекдотно Такую тему Вот на эти времена Когда Семья социалистическая Собирается в баню Муж, жена И сын Такое 7 лет И вот собирается Значит да И жена говорит Со мной пойдет Вот Муж Что это он с тобой Пойдет С тобой Будет там Он сиськи Там смотри Там ничего Мужик уже Со мной пойдет Куда с тобой Он пойдет И не промоешь его Хорошо И все Нифига Со мной пойдет Большой уже мужик Пойдет Там смотри Ничего Самый круче Выспарил С ним пошел И когда они мылись С отцом Значит пацан Подскользнулся На мыле И чтобы не упасть Отца Законец Ухватил Так удержался Папка посмотрел Так на него Гордо сверху Униз И говорит А с мамками пошел Точно навернул Убился Представьте себе Такой старый Драный кот Такой опытный Дворовый Лезет по трубе Вверх на крышу И думает Ну что Сейчас подниму Там поднимусь Туда на крышу Пойду туда Ближе к чердаку Там Васька меня обидел Говорит соседский Сейчас ему валю Как следует Мурка меня ждет Говорит Там за дальней трубой Ее пасет Хозяйка Домашняя кошка Что с нее возьмешь Еще дождется Дождется дорогая А потом мусенькая Такая молоденькая Новая кошечка У нас говорит Ну привет А потом у меня Заныкан кусок колбасы Никто не знает Из кошек котов Только я знаю Пойду Закушу И в этот момент Труба вдруг От стенки И вот так Не понял И полетел Не понял Не по главну пошел Не по все знает Чувак Непогода Жуткая непогода В Англии И английский джентльмен Стучится В какой-то дом Открывает Цепочки Дамы Говорит Такая непогода Пустите меня Переночевать Ну что Ну что Я одна Я Он говорит Не волнуйтесь Я джентльмен Ну джентльмен Заходи Зашла Он зашел Она постелила ему постель Он спал у себя Вот он просыпается Открывает окно Погода замечательная Пять куриц Пять петухов Бегает И он за завтраком Спрашивает Интересно У вас пять куриц И пять петухов Ну а не там Только один петух Остальные джентльны Ушли хозяева Попугаи оставили дома И попугаи Только два слова Говорят Кто там И кто там Ну и вызвали Допроводчика Там что С водой Была беда Пришел водопроводчик Звонит Оттуда Кто там Водопроводчик И тишина Он опять звонит Кто там Водопроводчик из домоуправления Опять тишина Звонит Кто там Водопроводчик из домоуправления Через полтора часа Хозяйка подходит к двери Какой-то мужик Ползает около двери И кричит Кто там А попугаи А попугаи за двери Водопроводчик из домоуправления Так эту идею Украли же В этом Водопроводчик из домоуправления Вот еще анекдот Это Такой анекдот Из еврейского Еврейского антуража Такого О господи Как же я хочу Трахаться Кого ты купил Как же так У нас такая семья Приличная Ты кого придешь Смотри Да Говорит Накрыли эту попугаю Что-то надо с этим делать Слушай Говорит У Хаймы Уже 10 лет Живут два Очень таких Религиозных попугая То есть они вообще Ермолки носят Даже они целый день Целыми днями Молятся Молятся Качаются Молятся Слово худого От них никто не слышит Давай ее к ним Отдадим На перевоспитание Ну давай Сказано сделано Взяли значит Эту попугай Принесли значит Подсадили к попугаям Открыли клеточку Два попугая молятся В ермолочках Таких маленьких А на вышел Попугай И так Квилышками Переведу Говорит Здравствуйте Меня зовут Сарочка Ой как же Я хочу трахаться Один попугай Говорит другому Слышишь Говорит Наконец-то Господь услышал Наши молитвы Наташа Ростова С поручкой Едут в карете Иржевский Он вчера Так подал Так вообще И он такой Никакой сидит А Наташа Там и так Присядет И так Присядет И что-то Разговор завести Потом А у поручика Это как персень Красивый Муркера Поручик Наконец А что за камень У вас Персней А он так На нее Сглянул Наташа Мне что-то Сейчас Не хочется Аналогичный Анекдот Обратные Ситуации Грузия Приезжает Элизабет Тейлор Элизабет Тейлор Вышла На Шатар Уставели Вдруг Некоторая Пауза У нее Она выходит Стоит Группа Грузин На Шатар Уставели Все в этих кепках Аэродромах Старинная Представка Я потом два слова скажу Про грузин Чтобы не было никаких И короче говоря Подходит она к ним И говорит Как пройти На Шатар Уставели Она там По разговорнику Один Поворачивается В кепке Ну зачем ты спрашиваешь Конечно хочу Хатим Очень Хатим А теперь обратный вариант Когда в Армению Приезжает Софи Лорен Софи Лорен Приехала И только поселилась В гостинице И значит К ней заходит Ашот Акапян Герой армянского И ливанского народа Вот Заходит к ней И говорит Вот этот камень Это для вас Вот эти цветы Это для вас Вот это Для вас Вот это вино Это для вас Это коньяки Это для вас Она говорит Чем я могу соответствовать Не надо Ну что Он говорит Только одна просьба Когда будете улетать Скажи Чао Ашот И все Ну и Проходит ее время Она приходит в аэропорт Приезжает Привозит Она поднимается В самолет И вспоминает Значит просьбу Оборачивается Находит его глазами Говорит Чао Ашот Ау Изя Изя Надоело Надоело Ради этого Надоело Все было куплено Слушай А на замечание Хочу сказать Тут у нас Такая Теплая Непринужденная Обстановка Теплая в прямом смысле В Паренке Просто жарко Я бы сказал Непринужденная Обстановка Мы рассказываем Анекдоты У нас фигурируют Евреи Грузины Русские Само собой Подразумеваются Это не потому Что мы Имеем что-то против Рассказывая анекдоты Еврейские Грузинские Анекдоты Интернациональные Это уважение И у некоторых Есть такая повышенная Чувствительность Неправильная Вот он рассказал Я еврей Он мне рассказал Еврейские Анекдоты Я грузин Грузин У нормальных людей Этого не может быть Анекдоты Придумывает народ И потом Пускает их В народ же Поэтому Если мы будем Если мы будем Рассказывать анекдоты Обращайте внимание Мы точно так же Участвуем Русские Все вместе здесь Это большой Интернационал И поддержание Вот это Обращение Поддержание Я сразу рассказываю Анекдоты Про русские Давай Давай Представьте себе Такая деревня Антисемитский Анекдот Про русский Антисемитский Представьте себе Такая деревня Какой-то Мухосранск Такая Она занесенная Фурга Снег Избушки Там Кое-как Виднеется Все Снегу Юга На крыльце Такого дома Полузавалившегося На крыльчике Под навязан Стоит Мужик В ушанке В валенках На голые ноги В полушибке На голое тело И стуит И нервно Кует Вдруг Сзади У него С треском Открывается Дверь И там В проеме На фоне Света Сзади Стоит Такая Большая Русская Женщина И мужик Такой Сдрогал Что Опять Трахается Она Говорит Пошли Сшей Похлебай Трахать Я забивал Я забивал Свою очередь Про джентльмен Давай Представьте себе Такой Родовой замок В Англии Такой И вдруг В замок Открывается дверь Вбегает дворецкий Джон И говорит Хозяину замка Сэру Роджеру Сэр Роджер Сэр Роджер Темза Вышла из берегов Наводнение Сэр Роджер Джон Сколько лет Ты служишь У нас дворецкий 35 лет Сэр Но ты Джон Сколько лет Твой отец Служил у нас дворецкий 45 лет Сэр Твой дед 45 лет Сэр Джон Выйди за дверь И доложи Подобающим образом Как подобает Потомственному Дворецкому Этому роду Тот выскочил Опять заходит Сэр Сэр Я хочу сказать Очень близко Наводнение Сэр Темза вышла из берегов Приближается к замку Сэр Надо спасаться Джон У тебя не получилось Взять себя в руки Я тебя прошу Выйди еще раз И зайди Как подобает Открывается дверь Заходит Джон Тенза Тенза сэр Тенза сэр И вваливай Тенза Он на какой-то там встрече важной И он решил позвонить в свое имение Он звонит Алло любезный Это Как сказать Это хозяин Да Да Сэр Слушай вас Позови Пожалуйста Мадам Хорошо Сэр Раз Шаги Потом Сэр Извините Я не могу Позвать Мадам Сейчас Что такое Она Закрылась Спальней И Други стучатся К ней Спальня Она Там Одна Нет Сэр Там Слышен Мужской Голос Мужской Голос Так Слушай сюда Сейчас Пойдешь В кладовую Возьмешь Винчестер Ворвешься В спальню И застрелишь Их обоих Слушаешься Кладется Трубка Рядом Шаги Выстрелы Крики Разбиваем Стекло Возвращается Дворец Сэр Извините Я не смог Их убить Они убежали В сад В какой сад Балан У нас нет сада Значит В ошиблись Новые официальные И такой анекдот Интернациональный Есть Когда В Сан-Франциско Собрался Всемирный Какой-то Симпозиум Там Психологов И психотерапевтов Ага Вот И он На очень высоком уровне Вообще Собрался Такого еще Не было И все Такие Теории Новые Представляют И комиссия Или утверждает Или нет И вот Они Я представляю Группу ученых И в результате Десятилетней Работы Трудной Тяжелой Работы Нашей группы Мы пришли К абсолютному Заключению Что человек Является Существом Программируемым И при Правильной Подборе Слов Интонации Жестов Мимики В принципе Любого Человека Можно Застоять Делать Все Что Угодно Все Что Угодно Отвечает На Золотых Ворот И там Проведем Ряд Экспериментов И вы Докажете Что вы Действительно Отвечаете За свою Теорию Тот Говорит Нет проблем Ну и вот Стоят Комиссия Нам записями Все Афиксируется На камеру Как вот Здесь И вот Значит Первый Они говорят Мы приняли решение Сейчас будет Народ здесь Идет Вы должны Заставить Человека Прыгнуть С моста Используя Как вы говорите Ваши слова Программируемость Убеждения Прыгнуть С моста Тот говорит Нет проблем Идет Первый Француз Он подбегает К нему И говорит Жан Жан Там вниз Упала Такая блондинка Вот такая Вся Говорит Кто спасет Она И даже не думаю Уи-уи Туда С моста Комиссия Ты смотри Ну это ладно Это один случай Давай еще Еще один Это не француз Это хвагба Идет Значит Еврей В кипе Все Подлетает К нему Абрам Абрам Там араб Один Упал Вниз Вот с таким Сундуком С сокровищем Там самый Крупный Бриллиант В мире И он говорит Кто спасет Его А сундук Еще на плаву Он отдаст Пол сундука И этот Бриллиант Абрам Вообще Не думает Сразу Туда Комиссия Ну давайте Третий случай Ну и как вы догадались Третий случай Идет наш с вами С отечественник Русский Иван Иван И этот Значит мужик Подлетает К нему И говорит Иван Иван Туда прыгать Нельзя Шо Прием Запретный Пол Я думал Ты про грузинскую Тему будешь Я вспомнил Грузинская Тема Сухуми Обезьяний Питомник Люди гуляют Смотрят Обезьянки Как там Разные Всякие И вот Один человек Грузин Подошел Клетки С большим Орангутангом И смотрит На Орангутанга Орангутанг Ел Какую-то Там Я так Тоже Не стал Даже В рот Зубы смыкать Так Тоже Застыл И смотрит На этого С посетителя Вот Смотрит Этот Посетитель На Орангутанга Смотрит Орангутанг На выходе Сейчас смотрит Два смотрит Служитель Подходит Служитель Закрываем Зоопарк Закрываем Все уже Завтра придешь Посмотрит Свою обезьяну Подожди 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 Дорогой Три минуты Еще Через три минуты Приходит Опять смотрит Продолжит Все Подожди Потом Смотрит Еще На Орангутанг Говорит Грузия Горы Два грузина В горах Два друга В горах Гиви И Гоги Гоги Остался Наверху Гиви Провалился В расщелину Провалился В расщелину Гоги Сверху Гиви Руки Челые Челые Гиви Голова Чела Чела Гиви Ноги Челые Целые Ну тогда Вылезай Гиви Не могу Гоги Почему Гиви А я еще Лечу Что там Останется А я слышал Даже по телевизору Как От Грузины От Явлинского Явлинский Рассказывал О состоянии России 90-е годы И рассказал Именно этот Анекдот Я думаю Ну что же такое Я везде Рассказывал Эт анекдот Кто его не знал Почему-то так Сложилось Пошел Гиви В лес Зашел В лес Вдруг Голос Поднимает Гогу Смотрит На самом Высоком Дереве На верхушке Сидит Сосед Гоги Гоги Что ты там Делаешь Не знаю Залез сюда Как дурак Хотел Посмотреть Куда Поехал Слезть не могу Два дня Сижу Здесь Как птица Не ел Не пил Ничего не делал Сижу Ничего не могу Подожди Подожди Я тебя спасу Сейчас Подожди Подожди У меня веревка Есть Доставлю Раскрутил ее Бросил Лови Поймал Молодец Молодец Привяжи вокруг пояс К дереву не привязывай За себя привяжи За пояс Привяжал Молодец Как дернул Тот сверху Шелет И лежит Гоги Мы с тобой Слаземи Друзья За что ты От меня В случае Я не знаю Так меня В прошлый год Из колодца Вынимали Да Из колодца Дергать Да Из колодца Дергать Да Дергать Давай я тебя попарю Такой фразы здесь не звучит Потому что тот кто парит Всегда тратит больше сил Тем тот кого парит То есть я решил похудеть Я решил похудеть Чтобы согнать немножко Так вот меня научили парить Я не знал вообще что такое баня У меня были друзья Из Бауманского института На кафедрах работали ученые Они были альпинисты Со значками Снежный барс Вот этот снежный барс Когда человек покорил Семь Семи тысячников Семь Семи тысяч То есть они залезли На Памир На Гималайя По всему миру Где было больше семи После этого они приобрели Интернациональный опыт Имели право по всему миру Спасать альпинистов Вот они кстати Когда-то Десять американок На Памире Попали в страшную метель Они там погибли К сожалению Замерзли Вот эти ребята Их доставали Доставали Да Доставали Вот так что альпинисты Это Ну я тебе скажу Оказались в парилке Такие же короли Как на вершине галли И вот от них Я понял Что это такое Не просто веником Это целое Целое искусство Собрать пар аккуратно Ударить веником Собрать его По позвоночнику По икрам По пяточкам Чтобы все Чтобы все Пропарилось Чтобы каждая косточка От коробочка у Гоголя А перед сном Пяточки вам не надо Почесать Ой Гоголь Я сейчас мертвые души Я хочу сказать Я хочу сказать По опыту Вот Эксплуатации Саибани На самом деле Вот русские Кто приезжает Даже молодежь Ну 50% Это точно Просят Инструкции Как показатель И я захожу В парилку На 2-3 минуты Показать попарить Чисто показать Куда подавать Как веничка С какой силой работать Потому что Бывали случаи Что люди Ну вы знаете Мы русские Мы все А мы сами знаем Это наша черта Национальная Как Ее надо принять И бывал случай У меня Вот показатель случай Когда я ребятам Замочил дубовые веники Которые держатся хорошо И они мне звонят Наверх Через полчаса Сереж Что ты нам Хреновые веники А ребята Отворились листья что ли Да Вы хреновые Они развалюлись Я думаю Ну сейчас Я захожу Действительно Веников нет А не пар Я пошел Принес им другие веники Говорю Ну покажи Как ты паришь Он хватает Этот веник Как начинает Его с плеча Как шашка Нет Я замочил У меня всегда Дежурные веники Я же Лобка разрубаю Он его начинает С такой силы Я говорю Стоп Мне все ясно Мне все ясно Остановись Сейчас я тебе дам Я побежал У меня там лежали А цепей Не было Бамбуковые палки Я пролезаю Бамбуковые палки На Дай Что он тебе это сделал Такого плохого Он говорит А он такой А че Я говорю Я же вас спрашивал У меня есть ли вывод веники А они мне говорят Ну ребята А ребята оказались Потом классные Они говорят Ну Сереж Мы сейчас на горят Немножко перегнули Мы вообще не умеем Я говорю Хорошо Все Я зашел к ним на 5 минут Я показал Как веником работать Я показал Как собрать Как собрать Сколько поддавать И когда Ребята ездят сейчас периодично И на самом деле Говорят Мы думали это просто Берешь веник и стебаешь Елки-балки На самом деле Конечно Это целое искусство И надо меру знать Я знаю Что когда перепаривают Людям плохо Надо всегда индивидуально Кто может как взять Вот так вот Что я говорю Всегда отдыхающим Которые приезжали Я им говорю Тот кто лежит под тобой Должен коммуникатировать С тобой Я говорю Как в сексе Он должен говорить Хорошо Больше Меньше Стоп Дальше Это дальше То есть ты должен Чувствовать его настроение А что речь Анекдот коммуникает Значит Занимается сексом Пара такая Интеллигентная Пенсне Которая пенсне Не снимает Даже во время секса Ну и даму С которой он взял Я уж не знаю Может на улице Может в каком-то доме Где их предоставляют И вот она начинает Его командовать Так Вправо Влево Сильнее На себя От себя Туда Ниже Выше Он так поднимается И говорит Мадам Я никак не пойму Кто кого тут Купил Абрам попугая Извините Что я продолжаю Эту тему Пройдет домой Открыл клетку Все родственники Собрались Посмотреть Какой попугай Открыли клетку Сидит такой попугай Смотрит на всех Значит Там родственники Он говорит Ой какой хороший Какой хороший Скажи что Скажи что Вот я посмотрю Говорит Батюшки Жадов Это сколько Кого ты купил Абрам Что это такое Откуда я знал С таким носом Антисемит А это в зоомагазин Заходят И одна Другой Говорит Слушай Посмотри Какой Какой птиц Ты посмотри Какой клюв Какой это Какой это А вдруг Попугай Раскрывает Клюв Свой И говорит Ой Извините Дядьку Мы думали Что вы Птица А мне нравится Алина Легнутка Перекинется На курятник Давай Хозяин Смотрит Старый петух Уже службу не тащил Так Курочек Что-то Слинцой Что ты спишь Видите Пожалуйста Это какая-то Не канадская пепель В Канаде Мы привыкли Что очень гуманно Нам отворачивать Все Извини Все Плохо Не не кажется И он купил Молодого петуха И этот Молодой Петух Оказался Гиперсексуальный Просто Он с утра До ночи Бегал За курицами Курятник И стоял Сплошной Гомон Он только и носится За курицами Курицей разбегается А старый петух Так сидит Смотрит Туда Сюда Уже с линцой Ему уже Все это не надо Он Проминал Петя Иди-ка сюда Чего Некогда Чего Надо Говори быстро Спасибо Петю Охолонись Немножко Сдох Ну так же Можно Потому что Ты с утра До ночи А пошел Опять За курицами Вот Однажды Там такая Картина Тишина Старый петух Выходит Из курятника Похлопок Крыльями Так двор Обвел Смотрит Такая Картина Молодой петух лежит посреди двора, к нему там вороны, воробьи, галки клюют, а он лежит, все. Тот подходит к нему, так наклонился, Петя, ведь я ж тебя предупреждал, охолонись. Тот глаз открывает, он смотрит, пошел нахер, сейчас мне ворон спугнешь, я тебя топтать буду. Помните времена, когда стала водка пропадать? Нету водки. Да еще как по талонам, да, в эти времена рабочий человек, социалистический, советский человек, получил законную зарплату, мужик. И так ему выпить естественно хочется, он заходит в магазин, водки нет, анти-елки, стоит шампанское одно. Ну ладно, выпить хочется, шампанское взял. Идет домой, и когда он уже подходил к квартире, у него мысли-то с шестеренки закрутились, и он думает, ошибочку совершил. Это ж если я водку-то бы пил, я бы ее всю бутылку выпил, жена водки не пьет. А шампанское это сейчас полбутылки, жена выпьет? Ты что там мне останется? Такое, и он взял, раз эту бутылочку заныкал, зашел, здравствуй, дорогая, все, зарплату ей отдам, все, и в туалет. Раз в туалет, бачок открывает, туда шампусик. Спрятал? Ночью встану, допью, выпью. Вот ночь, однокомнатная квартира, в углу на диване муж с женой, муж у стенки, как всегда, в углу там пацаненок на раскладушке 7-летней. Ночь, значит, все, он лежит, он лежит, значит, слушает, жена вроде как она засопела. По шапу выйдет. Вроде по шапу, все, он, значит, ногу-то перекидывает через нее, перелез к шампанскому-то. А жена свое, подожди, ребят, хотим, все, вот такой, раз, обратно, обратно, распит. Прошло время, вроде она сопит, вроде уже даже похрапывает. Он опять ногу-то перекинул, опять, чтобы уйти там. Она опять, о своем, казалось же, уже вебахнет, сука, вообще. Раз опять, опять часа два выждался, вот она захрапела, все, все нормально. Он перелез через нее, пошел в туалет, бутылочку достал, она нагрелась уже там. И он не открывал, не удержал, и она выстреливает. Бам! Жена заскакивает, ребенок заскакивает, ребенок на мать сводит, говорит, ну что, мать, да выпендривалась, батя застрелился. Тему дальше. Возвращается муж как-то поздно-поздно домой. Жена будет ругать точно совершенно. Ну так тихонечко, пьяненький такой, пьяненький, тихонечко, аккуратненько. Думаю, сейчас водички выпью там, налью еще, мяты туда положу, чтобы запаха не было. Пока наливал, уронил, стакан разбился, подскользнулся на этой воде, упал. И всю себе задницу порезал, кровища, там же сосна в полу. Он, значит, рану зажимает, идет в ванную, значит. Никак не может, пластырь достал, значит, ну никак, еще керной тоже его подшатывает, еще не может, он и так, и сяк, значит, зеркало смотрит, значит, там, где у него рано, зеркало, ну все, вроде заклеил, все, слава тебе, господи, пошел, жена не проснулась от такого грохота. Женщина, они работают, утомляются, спят долго. Лех, спай там, спи там, все. Утром жена будет, говорит, Сань, Сань, чего? С какой стать ты в ванной-то все зеркало заклеил пластырем? Еще один, вдогонку. Приходит муж, тоже опять поздно, опять жену боится, ну, знаешь, мужики жен боятся. Русские мужики боятся русских жен, и не только русских. Это национальная черта. Вот все, тихо, мы уважаем наших жен, мы не боимся, мы уважаем. Поэтому не хотим их расстраивать, поэтому мы пытаемся быть такой пиетет, сохранять. Возвращается поздно, а у них часы с кукушкой. Он открыл дверь, зашел кукушкой два раза. Он говорит, елки, два часа ночи. Он решил, сделаю вид, что одиннадцать. Еще. Прокуковал девять раз, вроде одиннадцать, нормально. И лег спать. Утром жена его будет. Говорит, слушай, надо, говорит, что-то с кукушкой нашей делать. А что такое, да, что с кукушкой? Ну, говорит, вчера, говорит, прокуковал два раза. Пошла, обливала всю кухню, потом еще девять раз прокуковала. Два друга встретились нечаянно на улице. И, вон, Вася, Петя, это ты, боже, как мы изменились, как постарели. Ой, дорогой, сколько лет, сколько зим, как это будет. Слушай, ну что, ну надо обмыть. Встреча. А, да. Один говорит, ну, я не могу тебя всех пригласить, там такая жена, еще хуже теща, я не знаю. Он говорит, пошли ко мне. Моей-то выдры нет сейчас. Все нормально, сейчас сядем, бутылочку зашли, купили, они садятся, картошечки пожарили, огурчиков нарезали, такие садятся, так хорошо. Свежие и солененькие. Солененькие. И свежие. И солененькие. И свежие. Только сели, в самый момент ключ в дверь, и жена возвращается. И этот, который муж-то, он хватает эту бутылку, мечется по кухне, смотри, часы с кукушкой, он дверку открывает, херак твою бутылку, запрятан. Тихо, мы сидим просто кушаем, все, и сидят кушают. Жена заходит, такая, что сволочь, опять пиво тебе. Образ русской женщины с работы, да, да, да. Ты что, вот картошечки, вот друга встретил, вот Васю садись с нами, покушайся. Ой, нет, не могу, голова болит, пойду прилягу. Хорошо, дорогая, хорошо, иди. И она ушла, все. Он такой, раз, ушла, купим, давай, доставай. Тут подходит. Кукушку. Раз, туда кукушку. Такой, раз, нет бутылки, потом руку ее кто-то оттуда выталкивает, оттуда появляется пьяная кукушка. И говорит, скажите, пожалуйста, который час? Нет, одиннадцать. Она, ровно? Они, ровно. Тогда куку. Тогда куку. Кукушечка, кукушечка, сколько мне жить осталось? Ку! Что, неужели так? Ма! 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 А вы знаете, я вспомнил одну историю. На самом деле ее рассказывал мой друг, Олег. Он когда-то жил даже здесь со мной вместе. И он, я когда-то вообще считаю себя неплохим анекдотчиком. По отзывам друзей, так и самомнение, да? Но когда появился Олег, я как бы автоматически почувствовал. I'm number two. Серьезно. Парень. Вообще, высший сон. И он рассказал вот эту историю, от которой, вот клянусь, знаете, отбывать живот, перехваты, ты не знаешь уже, сдохнешь или нет. Вот так вот я вот смеялся так от нее. Попробую передать ее, получится, нет, не знаю. В общем, этот Олег, естественно, эта история приукрашена, как всегда. Ну понятно, рассказчик хороший всегда. Рассказчик хороший, должен бегать. Олег, он сам барабанщик профессиональный. Там у нас Леонтьевым играл, он в профессиональных коллективах, он действительно с барабанами здесь тренировался вообще постоянно. Вот он рассказал такую историю. Он когда-то играл, значит, в одном коллективе, и они поехали в какой-то клуб давать концерт сборный. И там, в этом клубе было две площадки, это бывало часто. Две площадки, то есть две сцены, два сцена, было такое. На одной площадке вот их концерт был, а на другой какой-то спектакль давали. И вот, значит, прошел этот концерт ихний, все. После концерта все, наверное, знают, что делают музыканты. Понятно. Бухают. И они все напились там все, а у всех же дорогущие инструменты. И каждый знает, от него взгляд отрести нельзя, упрут сразу же. И был там один саксофонист. Страдивари. С очень дорогим саксофоном и еще более дорогим кофром белым, таким на него. И этот саксофонист захотел в туалет. Нормальное дело после пьяных. У кого-то вручки. Кто-то, вы наверняка были за кулисами, знаете, что иногда найти туалет за кулисами. Я сказала, что в углу где-то. Нет, в углу не надо. За углом. За углом. Ну и он пошел искать туалет, естественно. Он саксофон прихватил с собой. Он начал упрут. Он долго искал эту туалет. Нашел. На кофру оставил? Нашел. Нет, все взял. А, саксофон в кофе. Саксофон в кофе. Все, за собой, чтобы не упел. Красиво. Ну и он, значит, нашел. Я в туалет сходил, не может найти обратной дороги. Он блудил, блудил, пока наконец-то он же пьяный еще в хорошую стельку. И он вдруг осознал, что он стоит на сцене и полный зал людей. И он понимает, что происходит. И он понимает, что он на вторую площадку зашел. И хотел просто убежать. А суфлер из будки кричит. Стоя! Стоя! Тот говорит, что это спектакль «Молодая гвардия». За столом мать Олега Кашевого. А там действительно стол стоит. Мать такая, рыдающая такая. Это уже вашей казни. Да. За столом мать Олега Кашевого. Скажи что-нибудь и уходи. Тот все понял, он же артист. Он должен поддержать все. И он такой повернулся к женщине и говорит. Скажите, пожалуйста, Олег дома? Охеревшая вообще от этого. Она не понимает, что происходит. Сценарий. Она же артист. Она подыгрывает. Она говорит. Нет, его забрали немцы. А немцы? Ну, когда его отпустят фашисты. Скажите, что знакомый саксофонист заходил. И пошел. Нормально. Ну, а вот замечательная история в Казани. Мне приятный Боря Львович такой есть. Львович, да. Львович Боря играет на гитаре. Фамилия, не отчество. Не отчество. Борис Львович, это значит Борис с фамилией Львович. И вот история Борькина. Ага. Значит, он был главный режиссер театра юного зрителя. И его пригласили в театр оперетты и оперы оперетты. Я уж не знаю, как там сочеталось. Поставить спектакль Иван Грозный. То есть, как режиссер. То есть, он там выступил. И он... Ну, там была опера и оперетты. Ну, там... Опера и барет. Не знаю. Ну, там была опера. То есть, была опера Ивана Грозный. То есть, не было спектакль, была опера. То есть, она вся пелась. Ну, наверное, Станиславский и Немирович и датчик. Не, не знаю. Это в Казани. А, в Казани. Это в Казани. Кто это не знает. Она молчает. И вот там был какой-то народный артист Советского Союза, который обладал голосом таким вот, могучим таким вот. Но там денег получал много, талантливым считалось. Ну, ведь голос, он был дурак-дракум по жизни. Но ты голос как птичка накакала. И у тебя голос. Да. И ты-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей. Поешь и все, все радости жизни. Ага. У него слуха при этом не было еще. И он каждый раз вот его, привет, но голос, он везде пел эти правительственные концерты, там, он выходил, надувал грудь, вот такой, эээ, давал. И вот он, значит, должен был спеть там, как во славном городе, да в Аказани, там, артиста, там, 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 тара-да-та-там, там, грозный царь пировал, да выселился, там, там. Он никак не мог попасть. Не мог попасть, и все, топнул ногами, говорит, оркестр выйду, брать, он должен, король, он номер один, и Борь ему говорит, ну, ты не можешь посчитать вот эти паузы, чтобы раньше не начинали, там, 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 тара-да-та-та-там. Ну, как я посчитаю, что-то, а оркестр, слушай, давай так, слово какое-нибудь вставь. Ну, какое слово, Львович, ты ничего не режиссер, ты не режиссер, уходи отсюда. Ну, ну, слово вставь, ну, допустим, ну, помните, чудак на букву М, как сказал когда-то, да, да, незабвенной памяти Калина Красная, Василий Шукшин. Вот он, говорит, ты впой, а как во славном городе этого Казани, а про себя, а какой же я чудила, на букву М. Вот, и дальше, слушай, сейчас попробую, говорит. И вот пошло, и пошло, как во славном, попадает сто процентов. Генеральный прогон, все местное начальство, там, Шамиев, который был еще не президентом, а просто первым секретом, все сидят, значит. И этот опять не попадает. Раньше вступает в красный злой, как мы избавили, только злой, а мы добрый. Вот, и вот, Львович, что ты мне сказал, какой ты там чудил, и там я тебе сейчас бить буду. Он говорит, правда, что ты спел? Ну, хоть что, как во славном городе этого Казани, ах, какой же я чудак. На букву М он убрал один, один такт, он не чудил, а чудак. И все, и опять вступил. Чудила. Ах, какой же я мудила. Ах, какой же я мудак. И бам, и опять пропустил. Сокращенно. Да, я не знаю, вы берете больших людей, знаменитых людей, да, я даже не могу привести таких примеров, но я элементарно участвовал в художественной самодеятельности. Класс. Классная, хорошая, особенно в самодеятельности, была в одном из домов отдыха в городе Сочи. И со мной лично приключился случай, который, наверное, известен много раз, когда актеров удаляет электричество на сцене. Слышали, да? Да, бухали. Да, бухали и так далее. Со мной это случилось. Я вам расскажу, как говорится, изнутри эту историю, как я это воспринимаю. Я должен... Из-за электричества. Да, из-за электричества. Любовь к электричеству. Я должен был спеть две песни тогда. Я даже сейчас не помню, каких. Вот, это надо... Так ты еще и понял. Важно, что я вышел, держа гитару вот так. Перед мной пела певица низкого роста. Я, естественно, подхожу, чтобы микрофон поднять повыше. Нормально это. Я держу на струнах. И что-то там замкнуло. Я же не технику. И меня начало трясти, ребята. Это, знаете... То есть, когда я поднимал микрофон, я замкнулся в стойку. Цепь закрыл. И это замкнулась, вероятно, цепь. Я так думаю. Потому что у меня вот здесь вот были от струн даже как... Черные. Ничего себе. Вот, да. Это было серьезно. Наверное, благодаря моему здоровью тогда и сердцу, это я не знаю. Объяснилось. Да. Я, значит, беру, чтобы ее поднять, и меня начинает колотить. А вы же знаете, когда начинает колотить, ты сначала вообще ничего не понимаешь, что происходит. Но вот представьте себе, через эту вот эту всю, я вдруг понял, что меня трясет, и надо просто отсоединиться. Я смог, сконцентрироваться мог. И я упал. Естественно, когда я упал, гитара в одну сторону, там микрофон... Хороший номер. Это, конечно, я разъяснил. Это, конечно, я разъяснил. Волный зал людей. Это казан сам, бля. Причем это был дом отдыха, управление делами ЦК, Ничего себе. Ответственный концерт. Я лежу, значит, на этом... Но у меня всегда на сцене, у меня вот всегда судьба одарила, я волновался до концертов, на лепетиться я сильно могу перегореть. Но когда концерт, у меня что-то вселяется, я четко веду себя. Кураж, кураж. Такой, да, я спокойно совершенно. Да, да. Я могу даже что-то пропустить, но тут же обыграю. Нормально. И вот когда меня это шлепнуло, вы представляете, ситуация? Тишина в зале. Ты лежишь. И я лежу, такой весь вязаный. У меня волосы, чурявые. Это сейчас я... У всех у нас были длинные волосы, прошу отметить. Вот. А я не помню. И сейчас тоже есть. Ребята, я лежу на сцене. Представляете, какой конфуз, да? Да. Ну вообще, да. Такой чувак падает. Если я сейчас стою и ухожу, это конфуз, это концерт, все. Да, да. То есть я это понимаю, а я один из руководителей этого концерта, на самом деле. Я там был в культурном отделе. Ну да. Вот. Я понимаю, что так сделать нельзя четко. И я стою. Микрофон так и остался. Другой уже стоять низко. Другой. Лежить. Я подхожу так к микрофону. Зал просто вот как кролик на удал. Тишина. И гитару я держу. А, ты взял. Я взял, подстроил даже ее еще тут же. И я такой вот, все как кролики на удал. Представляешь, какой конфуз. Там сидит моя сестра с мужем в зале. Моя жена. Они все в оборке были. Они еще они суббились. Они просто. Они в оборке. Я подхожу. Делаю такую наглую морду, как мне жена сказала. Вот. Скажу, говорю. Не волнуйтесь, товарищи. Не волнуйтесь. Все хорошо уже. Все нормально. Все. И все такие. Раз, начали расплываться. Я говорю, я сейчас спою две песни. Нет проблем. Только я микрофон не буду поднимать. Я так вот наклонился, не буду поднимать. Говорю, микрофон, он низко. Второй микрофон, там три микрофона стояло. И все низко были. Я говорю, я только микрофон не буду поднимать. И я такой в полусах ловишь. Я эти две песни пою. Но я вообще не слышу ни слов, ничего. У меня, помню, в голове у меня одна мысль такая. Ну, ни хрена себе. Скорее. Ну, ни хрена себе. Да, да. Ну, ни хрена себе. Такая пульсирующая мысль. Меня потом просто замучили, отдыхающие. Когда я спел, все. Моя сестра говорит, слушай, ну, я знаю, что ты стеснительный человек. Ты как бы, ну, ты чувствуешь. Ну, как ты наглую такую морду состроил. Так вышел ты. Типа, вышел из ситуации, выкрутился. Это гримаса. Да, гримаса. Да, я такой, не волнуйтесь. Я спел, меня потом отдыхающие замучили опросами, Сергей Алексеевич, ну, как вы, ну, как вы. И вы настолько надоели мне, что я им сказал, если бы вы не спрашивали, было бы лучше. Или одному я сказал, один я доставал, он такой делал вид, что он переживает, на самом деле, было до одного места для меня. Но на самом деле он себя, Сергей Алексеевич, ну, как вы, ну, как вы. А я так на него посмотрел, сейчас покажу даже в камеру, как я посмотрел так на него. И говорю, а вы что, ничего не понимаете? А он такой, а что я должен понимать? Что, действительно, вот так выглядело натурально? Ой, а что? Я говорю, так я репетировал два месяца. Потому что я прочитал материал, где говорится, что когда нестандартная ситуация на концерте, то за этого актера, аудитория автоматически переживает. И вот, да, я говорю, все это вычислил. Даже какие-то режиссеры были, которые на детских концертах заставляли детей якобы забывать слова. И аудитория начиналась переживать. Специально, да. Я говорю, я два месяца тренировался, действительно, было натурально, получилось. Он говорит, ты шутишь. Я говорю, серьезно, я тренировался и репетировал, это у меня не получилось. Ну, это уже не наступление. И остались легенды. Нет, нет, это в отдельном доме. В отдельном доме, в отдельном доме. Ребята, перебить грустную историю, анекдот. Значит, муж с женой живут. Муж такой интеллигент, такой, он вот здесь в работе, голова. А у них под окном трамвай проходил, круг делал такой. И каждый раз, когда трамвай делал круг, нет, не дрень, у них дверца шкафа открывалась. Посреди ночи там. Ну, они так сдрагивали, просыпались. Но мужу все равно, а жена очень переживала. И говорит, ну, Коля, ну сделай ты эту дверцу, Кадань, ну невозможно. Ну, задолбал уже четвертый год. Потом, 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 Люсенька, потом, потом, потом и делал. Ну, как-то уехал в командировку, Куленька. Она говорит, дай-ка я к соседу, у него золотые руки. Сосед Вася приходит, Вася, там нет проблем. Какие проблемы? Сейчас сделай. Значит, пришел туда, посмотрел, значит, сделал, закрыл. Говорит, давай сейчас проверим. Сейчас залезаю в шкаф и смотрю, как это работает. Откроется, не откроется. Значит, трамвай подъедет, значит, залез в шкаф, закрылся. Вот, может, муж заходит. О, конечно. Заходит муж, там, здравствуй, Люся, там все. Открывает шкаф, там Вася сидит такой. Вася, ты что здесь делаешь? Он говорит, трамвай. Ой, не поверишь, трамвай, я жду. Поверишь, трамвай. А про театр, вот ты хорошо сказал. А насчет концерта, насчет концерта я вспомнил первый концерт в моей жизни, первый курс Чугинского училища. И вместе с Гнесинцами мы поехали на первый концерт куда-то в Московскую область. Повезли на праздник 7 ноября, 8 ноября. Только мы два месяца как отучились. Мы в Чугинском, а Гнесинцы там у себя. И вот нас повезли на концерт. Я ведущий концерт. Самый презентабельный, костюм, галстук, все, как половинцы. Вот, и потом из Чугинцев пришло, по-моему, двое-трое. Стас Толмогоров, который сейчас был в Монреале, и Сережка Вараксин, по-моему, еще был, Царство Ему Небесное, с нашего курса, мальчишка. Вот, мы втроем и пятеро или шестеро с инструментами, эти самые, из Гнесинского. Вот, и я, значит, одно объявляю, второе, третье. А потом, значит, велончелистом, не надо объявить, он исполняет фонтан Аретузы. Ну, казалось бы, фонтан Аретузы и фонтан Аретузы. Я когда сказал фонтан Аретузы, и смотрю в зал, подмосковная деревня сидит, значит, вот. И они все, как на Аретузы, эти, как среагировали, как начали. Я выходил за кулисы, а этот, с велончелью, говорит, ты что сел? Я говорю, ну что, объявил у тебя фонтан Аретузы, иди вот своей Аретузой и пили. Вот, а он тоже не может, это все. Так и не вышел. Да ладно, я вышел, объявил следующего кого-то там. Слушай, ты меня напомнил одну историю. Сергей Березин, такой музыкант был. По-моему, он сам лисе песни у него что-то или... Самоцветы... Нет, Самоцветы... Нет, Самоцветы это этот самый песнику. Вот, я не помню название ансамбля, значит, он мне рассказывал. Они приехали в Волоту с концертом. И специально заготовили в программе. Где ж ты моя черноглазая, где Волота, где Волота, где Волота... Вот это все они разложили, сделай красиво, чтобы людей порадовать. И вот, кончается. В доме, где резной полисад... Они поют, простите мою, в пене, да? Ну, вон, нет, наоборот. И он поет, поет, думает, там, где же ты в доме, где резной полисад? Вот, и вдруг в зале неадекватная реакция. Зал красный, хохочет, слезы падают. Он совершенно ошарашенный. Ему говорят, бис, бис, топай, бис. Они уходят, поэтому он вынужден второй раз эту песню петь. И опять, опять они ждут этого полисада, слушают, как он про полисад. Они все валятся опять, орла топают. Он говорит, я ничего не понимаю. Пришли, объяснили. Оказывается, за это время снизли все дома с резным полисадом. Кроме одного, где кожный венерический диспансер остался. И где же ты моя черноглазая? Где кто меня наносит? Да, вы знаете. А, кстати, вот вы знаете, если дела... Был такой Игорь Бунчиков. Иван Бунчиков был. Иван Бунчиков. Ну, певец знаменитый. Знаменитый. Он не Игорь, и не Иван. И Бунчиков, и Бунчиков. Нет, когда объявляли, что перед вами выступит сейчас... Хор Мальчиков и Бунчиков. Хор Мальчиков и Бунчиков. Да, 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 вот это мне довольно радует. Хор Мальчиков и Бунчиков. Но он не так и не так его звали. Мне казалось, Иван Бунчиков. Нет, нет, нет. Ну, И стоял, и стоял. Хор Мальчиков и Бунчиков. Нет, и Бунчиков, это хор Мальчиков и Союз Бунчиков. Это не фамилия, не имя, не его. Нет, нет, нет. И Бунчиков. андрей михов рассказал историю значит они играли коммунисты спектакль знаменитый современниковский вот эту шатровский там да 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 большевики играли не пенеда большевики играть же веке в последнее они играли без грима без всего то есть от новация значит михов был ленин был ленин легко значит он так это все выступала и в то же время за кулисами пожарник местный который следит за всеми он сильно выпил ему надо было поправить здоровье накануне быть он ходил 10 рублей искал не возник до 10 рублей камни у никто не давал до 10 рублей не давал то он ходил уже бродил как сама была ко всем с этими 10 рублями и наконец и мускай лонг эту легко займи кто-то пушит а там люди на сцене как 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 брать зимний дворец договариваются там лайнер ленин читая михов он значит все понял и пошел говорит подошел и до 10 рублей до сцену вышел дай ему по барабану публика не публика 10 рублей надо что он говорит михов да 10 рублей до завтра ну михов принимает 10 до этого точно завтра отдам и уходят и михов говорит ну вот видите товарищи стоило только начать как пролетари к нам потянулись потянулись за ничего не понял вообще то есть публика действительно дура то есть все эти новации редко кто знает чайку наизусть ты там можешь ставить все чтобы грузинском театре на какой-то площадке там аутсайдерская дается спектакль ленин в октябре собрались все жители там все сидят такие смотрят занавес открывается на стол зеленым сукном сидит грузин такой в кепке пиджаке накинутом табличка дэнин сидит пищу работает 10 минут пищи 20 минут пищи 30 минут пишет зрители сидят смотрят все стук заходит секретарь и говорит владимир ильич дзержинский пищу что делать актер же грузин тоже подождет и 5 10 минут пищи 20 минут пищи зрители уже опять что владимир ильич дзержинский ждет что сказать что сказал пусть подойдет пусть подойдет да из зала реплика слушай ну пусть пойдем да послушаем что скажет тут соскакивают в случае кто здесь ленин я или ты а у нас был вариант когда матрос бегает бегает ленин там пишет 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 матрос бегает и говорит владимир ильич великие октябрьские социалистические революции совершил ленин закладывает руки за жилет и вот ребята ну что парил очка Даааа! Время, время, время! Задержались! Второй качок! Ой, снег, снежок, белая метелица! Метелица вся здесь! Мне не верится! Я не разочаровал вас, метелица! Абсолютно за них! Надеюсь, мы не производим впечатление некой пьяной компании, которая здесь. Мы даже снег с веранды используем. Одну историю, быстро одну историю. Театральную историю. Продолжаем цикл театральных историй. Мне довелось близко дружить с Семеном Фарадовой. Замечательный человек, прекрасный актер, если вы помните. Он пел эту песню, которую вся страна запела с Абдуловым. Уна, 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 уна моменто! Вот эта вот песня, да? Вся страна ее пела. Сеня Фарада рассказывал. Пригласили театр на Таганке коротким составом. Это значит, избранных поехать в Тбилиси на гастроли. И Дупак. Дупак, это... Николай Лукьянович. Это не слово такое. Это такой человек, директор театра на Таганке. То, что он Дупак, он не виноват. Особенно поляки нас поймут, потому что Дупа по-польски это, соответственно... Жопа. Жопа, да. Жопа, 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 жопа. Но никто Дупака жопаком не звал, слава богу. Вот он повез всю компанию честную. Сеня Фарада попал тоже в их число. Приехали в Тбилиси. Их там принимали на высшем уровне, поскольку театр очень популярный. Юрий Любимов, любимый режиссер такой. И вышел их приветствовать местный человек от администрации. И он начал с того, что мне приятно приветствовать здесь, у нас, в нашем гостеприимном городе Тбилиси, прекрасную труппу театра на Таганке, которая прославилась тем, что поставила замечательный, эпохальный, я не боюсь этого слова, спектакль Столивары. Сразу же, у-у-у, потому что Столивары ставил театр современник. Мухар. Мухар, да? Мухар поставил. И сегодня, правда, я говорю, у-у-у, сразу глаза опустил, началось с того, что нас прикладывает. И вышел Дупак с ответной речью, значит, и сказал, я хочу сказать нашим гостеприимным хозяинам на грузинском языке, как они приветствуют гостей. Комар в жопу. Как, говорит, начались наши гастроли, поскольку он очень хотел сказать гамар джоба, это здравствуй, дорогой, да, гамар джоба. Он долго учил, наверное, у кого-то, что он сказал, но гамар джоба. Дереван, Дереван, 54-й год. Недавно умер Иосиф Виссарионович Сталин. Первые гастроли... 53-м, чтобы для тех, кто не знает. Он умер. В 54-м, первые гастроли Вахтанговского театра в Ереван. В Ереване принимают так, что каждый спектакль заканчивается банкетом, банкетом, банкетом. После последнего спектакля везут всех на севан, на севан и напаивают так, напаивают, напаивают, напаивают. Воздухом напаивают так, что всех грузят просто как гробы. Груб 200. Всех артистов грузят, 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 грузят. Поехали артисты, поехали служители, собрали вещи артистов, загрузили в самолет. В 6 утра Ереван, аэропорт, провожает весь Ереван. Весь Ереван стоит в аэропорту. Тогда еще не было никаких террористов, никого. Все было вокруг самолета. До свидания, до свидания. А их грузят как вообще гроб 200. Дрова, как дрова. Как дрова, как дрова. Только один человек, Николай Олимпич Гриценко, вдруг встает и встает и идет сам. Потрясающе. Идет по трапу сам. Он же выпивать очень любил. Он очень любил, но тут ему что-то сломало. Он идет, идет, идет. И корреспондент армянского радио, Николай Олимпич, два слова для армянского радио. Николай Олимпич, два слова. Он отодвигает, отодвигает его. Потом все-таки не выдерживает, берет микрофон и говорит, армяне. Вашу мать. Что вы с нами сделали? И бросил микрофон. Он поднялся в самолет. Это мы были в 70... В 74-м. Нет, в 78-м году, наверное, с Ермоловским были там. И нам показывали, показывали эту пленку, радиопленку, где Николай Олимпич сказал, что, твою мать, что вы с нами сделали? И бросил, и бросил этому самому корреспонденту. Это вот было. Смотри, какие бывают истории в жизни. Я знал двух людей. Один был главный редактор журнала «Крокодил», второй был заместитель главного журнала «Вечерняя Москва». Эти два человека поехали по линии встречи писателей с провинцией, с провинциальными авторами. Они приехали в город Н, я не знаю. Фамилией этих людей был Алексей Пьянов, а второй был Алексей Банкетов. Извините. И когда приехали два человека Пьянов и Банкетов, им сразу стали наливать с четырех рук, не просто с двух. Они не успели встретиться с этими. Они были уже невозможно пьяные, уже вот так лежали. Говорят, за что, Господи? Но Пьянов и Банкетов. Пьянов и Банкетов, да. Приехали инспектировать выступать. Ребята, у меня на этот счет есть анекдот. Каким-то боком, наверное, он подходит к этой теме, а может нет. Но философ у меня помнит. В колхоз, наш еще советский колхоз, присылает молодого специалиста. Он заходит такой в очках, студент. Председатель сидит такой в ушанке, там что-то пишет. Он говорит, здравствуйте, вы председатель? Я председатель. А ты кто? Я молодой специалист, меня прислали к вам, чтобы я проходил у вас практику. Ага. А специальность такая? Я зоолингвист. Лингвист? Зоолингвист. Вот так же председатель. Да. А это что такое? Ну, понимаете, Иван Иванович, я это могу понимать язык животных и птиц. Ну, это ты загнул. Ну, Иван Иванович, вот диплом, вот все. Тут такое крестьянская смекалка. Ну, пойдем, проверим. Коровник его заводит. Там корова. Ну, так. Что она сказала? Ой, Иван Иванович, ну, непереводимые глупости. Давай, давай, говори как есть. Ну, в общем, она жалуется, корова. Говорит, этот, коровник течет. Доярки с грязными руками, к вине не подходят. Вот, кармани его вовремя задают. Вот, все. Председатель. Ты смотри, правильно. Ну-ка, пойдем в конюшню. Конюшню. Заходит там конь. А он что сказал? Тоже жалуется, Иван Иванович. Говорит, пастухи все пьяницы. Говорит, а ее продают. Пропивают. Сам ко мне вовремя допускают. Ты смотри, все верно, вообще. Все, я тебя беру, ты мне подходишь. Нормально все. Сейчас, говорит, обед. Пойдем ко мне. Там жена во дворике накрыла что-то. Там покушаем, познакомимся. Пошли. Раз заходят в дворик. А там коза на этом привязана. На колу шли. Проходят мимо коза. Бе-е-е. Председателя глаза забегают. И не слушай ее, не слушай. Это всего в один раз и было. И то по пьянке. То же самое закончили ребята. Кемеряльевскую академию. И поехали на практику в колхоз. Приезжали в колхоз. И председатель повел их. Вот это вот наши свинарники. Это наши птичники. Это вот наши. Только к коровникам подошли. Он говорит. И его там вызывают. Вправление. Телефон. Область. Он говорит. Извините. Ничего не трогайте. Сейчас я вернусь. Он ушел туда. Вот. Возвращается обратно. Все ребята мокрые. Потные. Что такое. Пытались повернуть корову на спину. Поскольку прочитали у быка в глазах желание. Это реальная история, да? Ну это не реальная история. Это тоже анекдоты. Анекдоты. Значит не только мы рассказываем анекдоты. Оказывается, что анекдоты есть даже у американцев. При всем американском чувстве юмора. Но. Да. Но. У них очень такой юмор своеобразный. То есть они свою истинную как бы юмористическую склонность зачастую скрывают от посторонних. И только при большом доверии могут тебе рассказать те анекдоты, которые в Америке реально пользуются популярностью. Ну например, то есть все понимают, что нельзя относиться предвзято к мигрантам. Нельзя. Например, слово негр это ругательное слово. То есть есть слово черный. И вот. Но тем не менее я был в Вермонте довольно долгое время. И мне поверили. Меня приняли как бы в американский клуб людей, которые могут доверить тебе анекдот. Да. И вот такой анекдот. Значит представьте себе пьют пиво. Такой техасец. Такой реднек. Такой называют. Красной шеей. Такой настоящий щирый. Щирый американец. Такой техасец. Китаец и мексиканец. Пьют пиво. Так как мы здесь пьем. Значит в какой-то момент мексиканец выпивает пиво. Берет стакан, бросает, стреляет. Стакан разлетается. На нее смотрит вопроситель. Что такое? Говорит. А у нас в Мексике экономика настолько высоко сейчас поднялась, что мы, говорит, из одного стакана два раза пива не пьем. Окей. Хорошо. Китаец выпивает пиво, съедает рис, кидает тарелку, кидает другой рукой стакан, два выстрела, разбивает тарелку и стакан. Говорит. А у нас в Китае самая высокая экономика в мире сейчас. Мы не только пиво не пьем два раза из одного стакана. Мы даже рис не едим из тарелки два раза. Окей. Американец допивает, значит, свой этот стакан, берет пистолет, стреляет в лоб китайцу, стреляет в лоб мексиканцу. Дует, говорит. А у нас в Америке столько много эмигрантов сейчас. С одними теми же мы два раза пива не пьем, говорит, у нас. И быстро второй анекдот. Значит, там же в баре. Нет, не в баре, не в баре. Анекдот другой. Значит, это уже перенос на нашу землю. Приходит черный, не буду говорить этого слова, который здесь тоже не любит. Приходит черный к врачу. И говорит, доктор Блана, у меня живот болит. Я в институте в УМУ учусь, у меня живот болит, накормили чем-то. Ну, говорит, давайте раздевайтесь. Как раздеваться? Да кала раздевайтесь. Тот удивился, но к доктору пришел. Разделся до гола. Доктор говорит, встаньте на четвереньки. Встает на четвереньки. Так, говорит, отойдите в тот угол. Тот на четвереньках переходит в один угол. Так, теперь по центру комнаты. Он по центру комнаты переходит. Теперь в другой угол. В другой угол. Так, теперь подходите ко мне. Вот вам таблетка, одевайтесь, говорит, все. Тот оделся и говорит, доктор, а зачем же, если это таблетка всего у меня, значит, туда-сюда ходит? Ай, не обращайте внимания. Это жена купила у меня столик из черного дерева. не знаю, как лучше поставить к этому а лаверды ребят, а лаверды тоже черный просто мужик русский пришел в поликлинику горло болит, доктор горло болит доктор, ага, хорошо, понятно снимайте штаны какие штаны, доктор, горло болит вот здесь снимайте, снимайте, доктор мне лучше знать снимайте, он снял штаны доктор взял ее, левое яичко покрасил ее там, одевайтесь написал записку, эту записку кабинет номер пять доктору Иванову скажите от Петрова раз ему да, тут идет, заходит в пятый кабинет здравствуйте, вот это вам записка от доктора, значит, до Иванова да, вот, у меня горло болит вот, прочитал записку, ага, понятно, понятно снимайте штаны какие штаны, доктор, у меня горло болит так, я доктор знаю, давайте, снимайте он снял штаны, он берет зеленку и правый ее покрасил написал записку это опять первый кабинет доктору Петрова господи, что они делают, горло болит, что они там пишут в коридоре уже открывает, а там написано воистину воскрес оф-ты стал какой ко-кет да, да, да да, черный и зеленый я хочу одно сказать, ребята анекдотов не исчерпать В наших умах, в тех, кто жил в России, в Советской России, эти они будут. И, конечно, жалко, что наши дети, которые живут здесь с нами, и молодежь, они как бы той тематики не понимают. Мы восполним эту проблему. Постепенно. Ну, постепенно. Передача «Банный лист». Они будут ее слушать? Да. Это точно. Все вернется. Мы же, ребята, мы же историю возрождаем. У нас миссия высокая. Не просто пить пиво, не просто пить напитки, париться. Мы же работаем. Мы трудимся в поте лица. Вы видите, под капой. Вот для того, чтобы сохранить антураж нашей страны, культуру, чтобы наши дети не стали совсем канадскими. Пускай хоть немножко русскими останутся. А я не подозревал, когда ложил один брус на другой здесь в бане, что мы здесь будем возрождать нашу национальную русскую культуру. За возрождение. Виво анекдотово! За возрождение! За возрождение! О-о-о-о! Так, так, так. За возрождение. За возрождение великой культуры русского анекдота. Акдот, да. Кто понимает анекдот? Мои сильно счастливый человек. Я не завидую тем временем, кто не понимает анекдот. А замечательная история. У моего приятеля дядя преподавал в институте. Преподавал в институте. И приходит к нему такая студенточка, такая вся испуганная, такая дрожащая. Говорит, здравствуйте, мне нужно пересдать зачет. Он говорит, а поскольку пересдача зачетов можно было, как принимает решение деканат, только через определенного преподавателя, который этот зачет перед этим принимал. Потому что студенты народ хитрый. Они одному не сдали, пойдут другому, сдадут звук, вот чтобы эту перекрыть. Понятно. Только к тому же, да, к тому же, который одного выбирали. И фамилия этого одного была Трахман. Извините, такая фамилия простая. Трахман. Русская фамилия Трахман, который должен был принимать зачет у заваливших. Такая же, как Трахтин. Да, приблизительно. Вот, эта девочка подходит к дяде моего товарища и говорит, я вот должна зачет пересдать. А он знает, что он не может принять и говорит, это только через Трахмана. Она, говорит, извините, и уходит. Он продолжает что-то делать. Потом она приходит и говорит, вы знаете, я согласен. Он не понял сначала, а потом такая же реакция. Трахман так Драхман. Только через Трахмана. Хорошо. А вы знаете, как на приемных экзаменах в консерваторию случился такой случай интересный тоже. Насчет Ки нажал. Не, 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 не. Другое. Идет, понимаешь, прием в консерваторию. И комиссия, естественно, уставшая уже после полудня, жарко, лет. Они все замучены этими талантами. Они, боже мой, что такое не услышанное. И уже такие сидят. И тут, значит, заходит парень. Уже под конец примерно. Ну и представитель комиссии таким дежурным голосом говорит, какими музыкальными инструментами владеете? Так готов записать уже. А тот, никакими. Как никакими. А ну хорошо, голос у вас поете хорошо. Кто вообще не поет. Ну, мы все такие, а какого хрена? Тогда сюда-то пришел. Ну, тот застеснялся. Говорит, понимаете, у меня такой редкий дам. Я могу выпукать любую мелодию. Точно в том, точно все по нотам. Все. Любую. Выпукать. Выпукать. Выпуклая мелодия. Выпукать. Тебе такие, ну ты шутишь. Не, не, правда. Вот я думал, может вам интересно. Это сюда такого специалиста нет. Ага. Ну, а тем же уже они соскучились. Все равно. Типа давай, давай. Один говорит, можешь там Шопена? Да? Ноктюрный. Он, да, да, могу. Давай, давай. Он такая. Бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе. И все это выдал. Точно в том. Все точно немножко пахнет, но точно в том. Все такие, все это нифига. Один говорит, слушай, а ты можешь этот кризис там? Та-на-на-на-на. Ну, да это вообще, без проблем. Он выдал опять. Все немножко развеялось. Все хорошо. Один говорит, о, слушай, я Баха люблю, Баха. А студент говорит, Баха? Баха не знаю. А ноты есть? Да-да-да, вот ноты, вот, на-на-на. Посмотрел на это. Не-не-не, это не могу. А почему? А вот видите здесь место, да. Ну и что? Усраться можно. Про консерваторию. Про консерваторию. Один студент консерватории учился в ней. Русский. Нет, русский. Русский студент. Учился два года. И каждый раз, когда он приходил, а там перед входом памятник Бетховену стоит, он подходил, кланялся и говорит, здравствуйте, Людвиг Иван. А когда он уходил оттуда домой, он останавливался, кланялся и говорит, до свидания, Людвиг Иван. И, наконец, его за неуспеваемость отчисляют из консерватории, плохо играют, все его замели. И он последний раз, забрав свои документы, все, выходит, останавливается перед Бетховеном, смотрит на него и говорит, да-да-да-да. А это грузин. Все куплено, все это, он должен поступить в консерваторию. Он приходит на последний экзамен. Ну хорошо, хорошо, ладно. Сейчас вы должны будете угадать ноту, которую назмет экзаменатор. Он отвернулся, экзаменатор нажимает, а этот поворачивает и говорит, ты нажал, ты нажал, я знаю. Заправка там грузинская, армянская, не важно. Так, в тех сторонах, бензозаправка. И написано объявление, бензина нет совста. И вот, один подъезжай. Что, слушай, что там? Почему ты написал бензина нет совсем, да? Написал бы бензина нет и все. Зачем ты нет совсем? Слушай, я написал сначала бензина нет. Каждый подходит и спрашивает, что совсем нет? Совсем, совсем нет. Итак, песня. Естественно, про маню. Поспели вишни в саду у дяди Вани. То была песня о русской нашей бане. С тех пор не слышал песен я о ней. А с русской бани в этой жизни веселей. Любят баню чукча и евреи. Любят баню большинство людей. Только русский человек связан с банейю навек. Баня, заверяю вас, форменные экстазы. Поддавай, поддавай поскорей. Ты, Серега, парку не жалей. А не, не плашай. Дверь в парилку плотней закрывай. Венечки березовые, щечки попки розовые. Камушки горячие, колодец на вода. И из кувшина пиво пенится красиво. Эта каидива не забудешь никогда. Баня, баня, русская душа. До чего ж парилка хороша. Венечек, стопанчик, это в общем да. Ну а коль морозка, рядом горе не беда. И поддавай, поддавай поскорей. Ты, Серега, парку не жалей, Олег. Не плашай. К нам на полку. Давай, залезай. Баня – это место, где друзьям не тесно. Баня – это место, что создано для вас. И морозы в югу вам развеют скуку. Веник ароматный и душистый класс. Так давайте ж, братцы, в бане мы встречаться Так давайте ж вместе радоваться жить Ну а смерть нагрянет, а мы с Маруськой в бане И с клюкой костлявая в страхи убежит Ты подавай, подавай поскорей Ты, Серега, парку не жалей Ты, Олег, не блошай, из-под полки чудак Вылезай, ой-ой, ой-ой-ой, ай-ай-ай С легким паром, дорогие телезрители И с банным листом И с банным листом Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok